Забег РФ И в этот раз присоединились еще участники из Армении, Таджикистана, Белоруссии и Киргизии. Причем стартовать можно было как в классическом, так и в онлайн формате. Петербургский этап стал одним из крупнейших и, похоже, самым экстремальным во всей конке. И дело даже не в том, что участники стартовали на Дворцовой площади и бежали по центру города, а это совсем не те ощущения, что в обычном парке на дорожке. Как раз в день забега погода решила сделать Петербургским очередной, ну уже в целом привычный сюрприз. И центр города накрыл мощнейший ливень. К счастью, кратковременный, но участникам главной полумарафонской дистанции как раз хватило. Финишировали они мокрые донитки, но все-таки довольные. Бег хорошо согревает, как и приятная усталость на финише. После окончания главного забега по всему Невскому рассунулась необычная процессия. Мокрые бегуны с медалями. Прохожие, прячась под зонтиками, оглядывались и очень удивляли. Даже старт этого забега прошел необычно. Помимо традиционного разогрева, участников на трассу провожали настоящие космонавты, записавшие послания с орбиты, которые транслировали на главном мониторе прямо над финишным створом. Сделать селфи с беговой дистанции с космонавтом такого вы точно не сможете делать каждый месяц. Ливень загнал зрителей под тенкой. Наверное, впервые за весь беговой сезон болельщики сполна оценили полезность обычного палаточного городка, а поддержка диджея согревала гораздо больше обычного. Ну а когда ливень прошел, на Дворцовой снова заработали активности. В этот раз самым необычным был фитнес на батутах. Вот кого дождь точно порадовал, так это организаторов этой акции. После ливня желающих попрыгать и согреться было немерено. Ну а рядом работали уже привычные детские мини-площадки для футбола, секция велотренажеров и массажный тэн. Полумарафоны они не только для участников, но и для зрителей. Зачастую зрителей даже гораздо важнее, ведь именно они и будущие участники. Многим новичкам предпочтительны как раз массовые старты. Не так страшно бежать в первый раз. С какой бы скоростью ты ни двигался, вокруг тебя всегда полно участников того же уровня подготовки. Агрессивная поддержка сильно подстегивает и заставляет не расслабляться на финише. А новичку зачастую именно это и нужно для обретения уверенности в себе. Между прочим, на забеге РФ каждый год можно еще прославить родной город. Ежегодно по результатам забегов определяется неофициальная беговая столица России. Не просто по числу участников, а там все серьезнее. Берется общее население города, смотрят какой процент жителей пробежал и добавляют средние показатели. Таким образом маленький город вполне может победить, если там очень крутые бегуны. Пока что за 7-летнюю историю марафона побеждали Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород и, кстати, не такой уж крупный Владивосток. В нынешнем году на момент записи ролика подсчеты еще вели. В любом случае, у вас всегда есть шанс победить через год. Субтитры сделал DimaTorzok